Праздничный дозор. За благополучием горожан на каникулах проследят диспетчеры, коммунальщики, медики и другие специалисты. Город покажет. Для любителей новогодних передач корреспонденты нашей телекомпании подготовили спецвыпуски новостей. Японские игрушки на русскую ель. Благовещенская студентка мастерит новогодние шары по примеру азиатских рукодельниц. В эфире «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Почти 4 дополнительных миллиарда рублей в следующем году пустят на социальную сферу Преаморья. Существенную для региона сумму удалось высвободить благодаря соглашению о реструктуризации государственного долга. Его накануне в федеральном правительстве подписал губернатор области Александр Козлов. О новой программе реструктуризации бюджетных кредитов российских регионов президент заявил еще осенью. По льготным условиям в 2018-2019 годах Преаморья будет выплачивать только 5% от суммы основного долга. Это 745 миллионов рублей. Тогда как по старой схеме федеральный бюджет пришлось бы отдать почти 7 миллиардов. Освободившиеся средства перераспределят в январе на первой сессии областного законодательного собрания. В Преаморье между тем прошла масштабная инспекция домов, чьи жители жаловались на холод в квартирах. О холодных батареях на инстаграм-страничке губернатора написали 136 человек. Проверяющие смогли побывать в гостях у 81-го. Остальные просто не вышли на связь. В 69 случаях замеры внутрикомнатной температуры показали норматив 20-22 градуса. Собственники одной из квартир не захотели пускать к себе проверяющих. 11 жалоб подтвердились. Из этих 11, 10 это жилые помещения и один случай это подъезд жилого дома. Из 11 случаев неисправности внутридомовой системы отопления 4 случая. По причине отсутствия теплового контура 6 случаев. По причине промерзания наружных стен 1 случай. Устранять промерзания наружных стен и огрехи работы системы отопления предстоит управляющим компаниям. Сохранение теплового контура, обслуживание окон и дверей – дело рук самих собственников. С ними пообщаются коммунальщики и представители местных администраций. И посоветуют конкретные меры утепления. По всем адресам проверяющие наведуются после каникул. Амурские пожарные и спасатели переведены в режим повышенной готовности. Так они проработают до 9 января грядущего года. Впрочем, не будут отдыхать на каникулах и представители других профессий. 2 января трудиться начнут специалисты таможни и продавцы торговых центров. О прочих важных и нужных организациях расскажем в сюжете. Работникам единой диспетчерской службы на каникулах будет не до отдыха. Следить за благополучием Благовещенска и его жители будут круглосуточно. В случае любого рода ЧАЭС горожан просят звонить на 518 112. На смену выйдут 4 диспетчера. Как правило, люди находятся в это время дома, отдыхают, но употребляют, к сожалению, на праздники алкогольные напитки. Поэтому количество звонков возрастает. И все происшествия, которые случаются на празднике, они имеют резонанс. Если случится коммунальная передряга, стоит набрать номер своей управляющей компании. Каникулы не для них. Чистоту во дворах будут наводить дворники. Самих горожан просят ценить их труд. Хотелось бы обратиться с такой просьбой, что когда все выйдут устраивать фейерверки, праздничные, отмечать Новый год, то просьба не оставлять все на детских площадках, а складировать то, что останется после запуска фейерверков от коробки от ракетниц, конечно же, на контейнерных площадках. А Почта России уйдет на каникулы до 3 января. Это сдвинет получение пенсии. Все выплаты произведут с 3 по 20 января. Исключением станет Рождество. Поэтому те, кому пенсия выплачивается 7 числа, могут получить ее 4, 5 или 6 января. Единственное, учитывая то, что 6 января – это предпраздничный день, и он короче на 1 час, если кто-то получает пенсию сам непосредственно в отделении Почты России, значит, это нужно учитывать. Нужно учесть, в поликлиниках на праздник будут дежурить врачи. Ежедневно с 8 утра до 14.00. Если новогодние кушания спровоцировали зубную боль или посещение катка обернулось растяжением, обращайтесь к стоматологам Надьяченко, Шимановского и травматологам на больничной. Они будут работать круглосуточно. Людей с крепким здоровьем ждут в банях. 1 января они будут закрыты. Зато потом собираются парить с утра до вечера. В бане номер один посетителей ждут в среду, четверг и пятницу с часу до 22.00. Субботу и воскресенье с 10 утра. Полный график работы парных на tv-город.рф. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город». 1 января мессенджер WhatsApp перестанет работать на многих мобильных устройствах. Популярного средства связи лишатся пользователи гаджетов на платформе Windows 8 и ранних ее версий. А также владельцы анонимных номеров. Но общение станет возможным, если будет идентифицирована личность абонента. Какие еще изменения ждут нас в 2018-м, узнаете прямо сейчас. С начала года из магазинов исчезнут алкогольные энергетики. Продавать тонизирующие напитки с этиловым спиртом запретят по всей стране. На автозаправках перепишут ценники. С 1-го числа вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр. Кстати, повышаться они будут дважды за год. Второй раз в июле. В январе пенсионерам пересчитают выплаты. Первое повышение составит 3,7%. Второе, что случится в апреле, чуть больше четырех. А вот штрафы за тонировку увеличатся сразу в три раза. За первое нарушение водитель заплатит 1500 рублей вместо сегодняшних за повторное 5000. Также с 1 января дети-подкидыши начнут получать социальные пенсии, а молодые семьи с невысоким доходом – пособие на первенца. Поддержку им, а также ипотечникам обещал президент Владимир Путин. По его же указам на 4% больше станут минимальный размер оплаты труда и зарплаты бюджетников. А с 5 января сразу три Благовещенских автобусных маршрута изменят схему движения. 22, 28 и 38 начнут заходить на улицы Зеленую и Муравьево-Амурского. В этом году там завершилось дорожное строительство, обустроили остановки и пешеходные переходы. С новой схемой можно ознакомиться на сайтах tv-город.рф или благовещенск.рф. Ходить иначе автобусы будут и 31 декабря. Временные изменения коснутся 15 маршрутов, которые проходят вблизи главной городской площади. Из-за новогодних гуляний улицу Ленина на участке от Шамановского до Пионерской перекроют. В 6 часов вечера до 20.30. Пропустят в площади только транспорт под номерами 1, 13, 22 и 101. К 8 часам вечера они выстроятся вдоль 50-летия октября, готовые развести по домам благовещенцев после праздничного салюта. 31 декабря на площади Ленина благовещенцы увидят рекордный по продолжительности фейерверк. Он стартует в 19.56 на левом берегу Амура. Через 4 минуты к российским залпам присоединятся китайские и будут расцвечивать небо над Амурской столицей в течение 30 минут. Но прежде жители с праздником поздравят главы города и области. Во второй раз. Первый прямо сейчас в эфире. Уважаемые благовещенцы и гости столицы Преамурья, от всей души поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Новый год – это один из самых любимых праздников для детей и взрослых. Ведь в праздничные дни, независимо от возраста, все мы ждем чудо. И очень часто это чудо зависит только от нас самих. От нас зависит и то, каким будет наш город еще через год. Конец каждого года – это время переосмысления того, что уже сделано, и время надежд на будущее. 2017-й был для нас очень щедрым на события. Вместе мы многое смогли реализовать. И вновь мы доказали, что каждый на своем месте может сделать Благовещенск еще лучше, краше и комфортнее. Желаю всем благовещенцам жить в мирном, безопасном обществе. Здоровья вам, семейного благополучия и исполнения задуманного. О любимому городу развития и процветания. С Новым годом! С новым счастьем! Уважаемые амурчане! От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы с уходящим годом ушли все невзгоды, грусть и печаль. Пусть 2018-й принесет только радость, успех и новые возможности. И они обязательно будут. В этом я уверен. Наша область становится сильнее, богаче, привлекательней. И делайте ее такой вы, жители при Амуре. Да, трудности будут. Но они дают силы, а силы дают веру в лучшее будущее. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом. За то, что строите новые заводы, ремонтируете дороги, воспитываете детей, убираете урожай с огромных полей области. Спасибо за вашу работу. За каждый день, с которым наша область становится успешнее. Вместе мы в силах сделать нашу жизнь лучше. И желаю, чтобы 2018-й стал тому примером. С Новым годом! В новогодний вечер горожане смогут ощутить, что все мы родом из детства. Одноименное представление для них покажут актеры ГДК. Сто с лишним человек готовили постановку два месяца. Не зря гости и жители областной столицы смогут буквально переместиться сквозь время. Сводную репетицию на стадионе Амур наблюдала наш корреспондент. Пара конструкций из металлических труб станут машиной времени. С помощью нее главные герои, целая семья, будет путешествовать по своим воспоминаниям. Спортсмен Сергей Малков ради праздника перевоплотится в Деда Мороза. Есть и голос, и рост. На большой сцене персонажа играет 16 лет. С тех пор, как стал режиссером театра имени Васильевых. Выступать в минус 20 ему привычно, но все же холодно. Спасают стельки, чай и настрой. Праздник такой, маленечко волшебный. Когда видишь горящие глаза деток, которые рассказывают стишки, что-то просят, пожелают. Это очень заряжает праздничным настроением. И очень мне нравится. Роль Снегурочки очень нравится Полине Игнатенко. До нее девушка расслабит лет, играя в театральной студии «Этюд». Как увлечь горожан в действие, знают пока только в теории. На каждого смотреть, чтобы они увидели взгляд. Вот это вам станет сразу интересно смотреть. Мне кажется, я добрая. Но Снегурочка, она более открытая, чем я. А я более застенчивая. Перебороть застенчивость придется четырем коллективам. В представлении «Всем родом из детства» участвуют в общей сложности 119 человек. За 55 минут расскажут, как, невзирая на годы, остаться ребенком. На самом деле, сама идея родилась, я бы сказала, не у меня, а, наверное, у мэра города Благовещенска. В честь десятилетия детства объявленного президентом Российской Федерации. Под эту тему сделали и «Снежный городок». Ну и мы решили не идти в разрез с общим творением и сделать представление на ту же тематику. Раскрыть идею помогут объемные декорации мотоциклисты и презент. Зрителям подарят песню. Специально для праздника ее написали композитор Григорий Дубянский и режиссер ГДК Елена Мехиденко. Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Первая рабочая неделя следующего года окажется короткой, четырехдневной. Начнется 9 января. Однако программа «Город» выходить в эфир будет и в каникулы. Для тех, кто не представляет свой вечер без новостей, мы подготовили 8 интересных выпусков. Чем они удивят и порадуют, сейчас расскажем. Берем свою веревку за конец вивки и начинаем ее закручивать. И она такая раз туда крутится. Зачем превращать собственного ребенка в веревку? Как научить трехлетку складывать и вычитать трехзначные числа? И какие опасности таят в себе современные методики раннего развития? 1 января в эфире «Главных городских новостей» дадим старт новой рубрике. Специально для родителей, мечтающих вырастить гения. Спортсменам в настоящем и будущем тоже уделим время. Боже, боже, боже. Ох, холоднее, чем я думала. Свело все. Но все получилось. Способен ли абсолютный не спортсмен стать моржом? Сколько времени нужно, чтобы подружиться со льдом и коньками? И можно ли ездить на велосипеде зимой? Наши корреспонденты собрали для вас самые полезные советы. К тому же актуальные в холодный сезон. И это еще не все сюрпризы. Женатые и замужные питомцы Меркурия улучшат отношения в браке. Свободные отыщут половинку. Что ждать в году 2018-м, благовещенцам подскажут звезды. Астрологический прогноз для города и горожан в этот раз составил Фрэнк. Тот самый мопс из киносаги «Люди в черном». Кому как не ему узнать, каким окажется год желтой земляной собаки. Поговорим и на серьезные темы. Сейчас в рамках этой инспекции мы тоже посмотрели гарантийные дороги. Поставили тоже достаточно хорошую оценку. Потому что серьезных таких дефектов, как мы видим в других городах, мы не нашли. Сколько построили за год дорог, мест отдыха и спортивных объектов. Сколько собрали наград и каким составом отмечали главные праздники. Все самые яркие события уходящего 2017-го вспомним вместе. А еще поучимся рукодельничать и снова встретимся с любимыми артистами. Новогодние выпуски города ищите на каналах СТС и ТВЦ. Привычное время. Мария Селезнева. Программа «Город». Тем, кто любит активные развлечения, тоже будет чем заняться. На 8 праздничных дней запланировано немало интересных мероприятий. Куда пойти и чем заняться, расскажем прямо сейчас. Завтра в 10, 13 и 16 часов актеры театра драмы дадут праздничное представление чудеса под Новый год. В 12, 15 и 17 в Театре кукол представят новых клоунов. В пол первого на базе «Россия» стартует первенство и второй этап Кубка города по лыжным гонкам. В полдень 31 декабря возле главной городской елки соберутся велосипедисты. Будут соревноваться в поедании мандаринок и катании с горок. Там же, но в 18.30 стартует празднование Нового года. Горожанам представят программу «Все мы родом из детства». А в 19.56 начнется фейерверк. 3 января на площади Ленина пройдут сразу два мероприятия. В пол первого дня заработают интерактивные площадки. Через полчаса детворей и взрослым покажут ларец новогодних чудес. К 16 часам горожан ждут в ОКЦ на сказку «12 месяцев». 6 января на озере Монуменское, что в Верхнеблаговещенском, пройдет чемпионат по любительскому ралли. Начало в 11. В половину второго дня на площади Ленина развернется ярмарка печенья. А сразу после состоится городской праздник «Рождественские калятки». 7 января станет спортивным. В 10 утра за призымы Рэпа борются самбисты. Классическая лыжная гонка пройдет на базе «Россия» в полдень. А в 6 вечера всех желающих приглашают в ГДК на рождественский бал у военного губернатора. Отпраздновать Новый год в японском стиле предлагает благовещенцам мастерица Мария Лаптева. На острова для этого ехать не нужно. Экзотическую атмосферу можно создать у себя дома, своими руками. Понадобится лишь красивая ткань, нитки, иголки и шар из пенопласта. Технологию производства новогодней игрушки озвучим прямо сейчас. Это ткань для почворка, то есть это стопроцентный хлопок. На данном случае это хлопок с добавлением металлических нитей. Лишний блеск новогодним шарам не помешает. Для них красивую ткань режут квадратиками 5 на 5 сантиметров. Их нужно заутюжить или просто сложить в треугольные заготовки. На один шар тратят ткань четырех разных цветов. Столько требует узор. Составляют его на пенопластовом шаре сантиметров 6 в диаметре. Берется пенопластовая заготовка. На нее накладывается изначальный отрез ткани, который будет означать центр шара. К нему в дальнейшем будет прикалываться каждая заготовка из ткани. Прикалывать нужно по кругу. Чередуя цветную ткань, в четыре слоя из 28 заготовок выводится узор. С одной стороны шара и с другой. Стык нужно закрепить атласной лентой. Несложная, но очень кропотливая техника называется канзаши. Интересная техника в плане даже изготовления. Это медитативная техника, я бы сказала, что она очень отвлекает от посторонней суеты. И ты погружаешься полностью в работу. То есть там буквально 10-15 минут достаточно для того, чтобы приловчиться, правильно загибать уголки, то есть правильно накладывать ткань. Освоить канзаши студент-медик Мария Лаптева взялась на шестом курсе ради презента ректора. Подарочный шар удался. Раньше мастерица украшала новогодние игрушки пейзажами и точечной росписью. После этого решила предпочтение сменить. Канзаши выглядит дороже, всем нравится и позволяет отдохнуть душой. Это приносит мне моральное удовлетворение, когда я вижу лица, ну счастливые лица друзей, знакомых. И плюс ко всему, опять же, с моим графиком, то есть у меня последний курс учебы, это безумный стресс. И делая данные игрушки, то есть я более-менее расслабляюсь. Расслабляться приходится часов 7. Столько уходит на изготовление одного шара. Себестоимость его рублей 300. За столько мастерица их и продает. Сергей Иванов, Денис Лугов, программа «Город». Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Счастливого Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова